Всем привет, с вами Древар. Ну что, продолжаем снимать серию видосов по поводу Boom Beach Frontlines, еще до выхода игрушки. Соответственно, два первых видоса неплохо так зашли, и сегодня появился контент, появился повод снять третий видос. Разработчики выпустили два новых видоса по поводу двух новых юнитов. Ну, давайте, перед тем, как мы начнем, давайте немножко проговорим еще по поводу предыдущих юнитов. Мне там уже посоветовали, мне уже немножко рассказали, что там тоже будет. Соответственно, первый юнит это наш ассалт. Если они сражаются друг против друга, смотрите, все норм. Но если наш или противник прячется за какую-нибудь баррикаду, соответственно, за этой баррикадой он получает гораздо меньше дэмэджа. Ну, то есть, практически вообще не получает. Плюс, точно так же, как и в Brawl Stars, смотрите, над нашим персонажем есть сверху полоска заряда. То есть, когда он израсходует все свои патроны, будет ждать какой-то тайминг, будет ждать это секунду-две до того момента, пока восстановится полностью весь его заряд. После этого он только сможет стрелять. Это вам, ну, наверное, что-то напоминает из Brawl Stars, потому что в Boom Beach такого точно нет. Там просто стреляют, 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 как заведено, как по своему таймингу. Это первый юнит, который разработчики показали, и который, в принципе, я уже показывал в предыдущем своем видосе. Плюс, в предыдущем своем видосе я расспрашивал, что такое, блин, А, что такое Б, и мне это оставалось загадкой. Сейчас мы это дальше разберем. Смотрите, здесь точно так же танк израсходовал все свои заряды, и после этого начал ждать, когда восстановится его заряд. После этого только он смог стрелять. Здесь мы эти два видоса уже видели, поэтому вам не сильно интересно. Но разработчики выпустили два новых видоса, но перед тем они выпустили еще вчера две новые картинки, то есть два новых юнита. Heavy это гора, это точно такая же гора, которая есть в нашем обычном Boom Beach. Немножко переделали ее, конечно же, разработчики, немножко здесь подразукрасили, знаете, больше в такой молодежный стиль. То есть наша гора, она как-то более такая суровая. Здесь она более-более молодежная, более такая крутяцкая. Соответственно, здесь они показали, что очень большое хп. Немножко медленно, ну, либо очень много медленно. И наносит много дэмэджа. Но вот это вам точно понравится. Огневик. Скорчер. Огневик. Короче, у нас он красный в Boom Beach. Здесь он синий, но полностью идентичные модельки. Такое же запалм, такое же дуло, такие же гусеницы. Все полностью идентично, как в нашем Boom Beach. Единственное, цвет переменяли. Получается, что это? Ария так, то есть наносит дэмэдж по какой-то области. Точно так же, как перед собой на несколько отделений, как и обычные огневики. Супер тачит. Супер, это, супер тачит. Это дотрагивающийся. Супер дотрагивающий тач. Трогать? Хрен его знает. Фул дэмэдж с рук овер. Полный дэмэдж через препятствие. Ну, через защиту какую-то. Соответственно, как это работает и что эти два юнита из себя представляют. Разработчики сегодня выпустили два видоса. Про огневика отложим на потом немножко, потому что там видос просто супер мега чумовой. Давайте посмотрим первый видос по поводу горы. Соответственно, он сражается с этим ассалтом. И смотрите, ассалт пытается, 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 но ни хера сделать не может. В то же время, если ассалт спрятался за какую-то баррикаду, гора уже дэмэджа мало наносит, пока не обходит его. И сзади уже наносит реально очень много дэмэджа. Плюс, я так понял, его полоска вот горы очень медленно заканчивается. То есть, гораздо быстрее у ассалта, гораздо быстрее у каких-то других юнитов заканчивается, чем у той же горы. Ну, то есть, очень, очень долго полоска не заканчивается. Соответственно, здесь точно так же видно, что лока будет очень большая. То есть, где мы появляемся, смотрите, здесь 4 минуты челики отбегали. То есть, они 4 минуты бегали и друг против друга, грубо говоря, атаковали. Я надеюсь, еще до сих пор надеюсь, что это будет прям реальный онлайн. Прям вот максимально реальный онлайн. Соответственно, гора, здесь все понятно. То есть, точно такая же гора, как и в нашем Бумбич, здесь ничего не интересно. Вот видос про этот огневика, вот здесь максимально интересно. Здесь очень много всего. Смотрите, огневик, перед собой рейндж небольшой атаки, но здесь сзади, я первый раз, когда смотрел, не увидел медика. То есть, оказывается, сзади стоит медик, а гора за баррикадой. И огневик просто через баррикады, просто херячит, херячит. Вот захерячил медик, потом объехал и здесь немножко... О, он задавил! Че, серьезно? Он просто задавил... Я, если честно, не видел. Он задавил гору. Давайте еще раз посмотрим. Смотрите, медик еще накидывает какую-то броню горе. То есть, медик сверху, помимо ХП горы, накидывал еще какую-то желтенькую дополнительную... Дополнительную что-то, хер пойми что. Да, рили задавил. Просто танк наехал и задавил гору. Даже так это будет работать. Плюс на этой картинке мне стало понятно, но мне уже в комментариях объяснили. Потому что я под прошлым своим видосом не знал, как объяснить, что такое А, что такое Б. Это база. Мне сказали, это надо захватывать базу. И вот здесь, давайте, чтобы вы еще раз понимали, это база Б. Вот огневик приехал к базе Б и пытается захватить эту базу Б. Здесь стоит флагшток и, соответственно, огневику вполне возможно надо подъехать к этому флагштоку. Либо на этой территории постоять какое-то время, ну, например, 5-10 секунд, для того, чтобы эта территория перешла под контроль синий. Соответственно, здесь базу А уже захватили. Ну, база А находится под этим огневиком или под тем игроком, который играет на данный момент за этого огневика. И надо захватить базу Б. И, соответственно, я так понимаю, он подъедет к этому флагштоку. И здесь уже что-то произойдет либо сразу, либо через какое-то время. Соответственно, вот такие два дополнительных юнита нам добавили. Мы уже видели кого? Мы уже видели Гару. Мы уже видели Огневик. Мы уже видели... Это... Арм... Арморедкар, ну, как танк. Мы видели Ассалт. Это, наверное, как обычно, самый обычный стрелок в Бумбич. Плюс на этом видосе мы видели Медика, как и с Огневиком. Плюс мы видели, что есть базука. Это юнит, который тоже наносит очень большой... Смотрите, очень большой... Ну, я так понимаю, будет наносить очень большой дэмэдж. И стрелять, в принципе, достаточно задалека. Это те четы... Нет, подождите. Раз, два, три, четыре. Плюс Огневик пять. И гора шесть. То есть это шесть юнитов, которые мы на данный момент видели. Если взять всю линейку войск Бумбич, которые доступны были в самом начале. Потому что, когда игруха только появилась, там, например, тех же огневиков, тех же заморозок, тех же мехов. Ничего такого не было. Там были солдатики, там были горы, там были базуки, там были медики, там были танки. Но там были еще торы. То есть, вполне возможно, разработчики еще покажут анонс торов или либо каких-то других видов войск. Которые очень сильно похожи на торов. Ну, или со схожей механикой. Вполне возможно, они еще добавят гренадеров. Потому что гренадеры находятся по линейке прокачки войск Бумбич до огневиков. То есть, огневики находятся после гренадеров. То есть, следующий пак новых юнитов я жду. Это войны, это торы и гренадеры. То есть, это два новых юнита, которые, в принципе, должны в ближайшее время появиться. Ну, я очень сильно на это надеюсь. Если будут какие-то другие юниты, ради бога. С удовольствием мы их посмотрим. С удовольствием посмотрим, на что они способны. И будем уже ждать, ну, приближающийся анонс игры. Вот, собственно, такие два новых юнита, которые появились. Расписал, что они из себя представляют. Расписал, чего я жду в дальнейших видосах. Если вам это видео понравилось, то, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну, а с вами был Андрей Варк, как всегда. Всем пока. Кстати, если вдруг у вас есть какая-то крутая прямая информация. Пишите мне, может, лучше в ВК. Потому что прям все комментарии прочесть иногда не успеваю. Потому что очень много комментариев, которые пишут, что играли в похожие, играли в такие. А я знаю, как здесь будет, а я знаю так. Блин, не, молодцы. Я понимаю, что вы много чего знаете. Если вдруг есть какие-то супер-мега-идейки, что эта игруха будет из себя представлять, обязательно пишите в ВК. В следующем видосе хорошие прям реально дельные советы. Обязательно вставь. Все, теперь точно все. С вами был Андрей Варк. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Обязательно не забывайте подписываться на канал. И у меня все. Всем пока.